2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Для меня честь всегда служить где-то в какой-то другой общине, особенно в вашей общине. И на самом деле мы давно друг друга знаем, многое прошли, вместе детей рожали, купали, кормили и потихоньку вместе взрослеем. Уже дети выросли, да, и мы вот из одной группы блестящие. Одна прическа, широкий пробор. Хорошо, друзья, у меня есть немного времени, и хочу поделиться с вами словом, потому что именно для этого мы здесь собираемся. Не только для того, чтобы друг друга увидеть, но и для того, чтобы прославить нашего Господа, и для того, чтобы получить слово от Него. Потому что слово Божье меняет нас, трансформирует нас, преображает нас в образ Иисуса Христа. Именно для этого Бог работает с каждым из нас. Не просто, чтобы порешать наши проблемы какие-то. Хотя, наверное, изначально мы думаем именно об этом. Но задача Бога — не просто порешать наши проблемы и изменить наши обстоятельства. Задача Бога — изменить каждого из нас. Когда меняемся мы, мы по-другому смотрим на те обстоятельства, которые вокруг нас. И это важно. Обстоятельства будут всегда, друзья. Такие или этакие. Но внутри каждого из нас должен быть Божий мир. Аминь. Хорошо. И сегодня вот передо мной брат говорил... Как вас зовут? Сергей. Сергей. Очень замечательные слова. И вот хочу продолжить то, что он говорил на эту же тему. Как-то вот мы в одном духе, оказывается. И тема моей проповеди сегодня — это жертвенность, это состояние сердца. Я хотел бы вот на эту тему с вами и поделиться сегодня. Если вы можете, откройте вместе со мной Евангелие Матфея, 7 глава. С первого по второй стих. И там написано так. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерою мерите, такой и вам будут мерить. Часто, когда читают эти места Писания, говорят в основном о деньгах. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в принципе эти места Писания говорят не о деньгах. Изначально. Поэтому нельзя взять и привязать это место Писания только к деньгам. Это часть Нагорной проповеди. Иисус говорит о состоянии человеческого сердца в большей степени. Не судите, чтобы и вас не судили. С этого начинается и заканчивается второй стих. Какой мерою мерите, такой будет отмерено и вам. Это принцип, который работает во всем. Этот принцип не касается денег только лишь. Деньги это всего лишь какая-то часть. Но этот принцип касается образа жизни, образа мышления, образа суждения, образа отношений и так далее. Этот принцип работает. Хотим мы этого или не хотим, друзья. Знаете, вот иногда у нас где-то бывает какая-то глупость закрадывается. Нам кажется, что вот те законы, которые Бог установил, они для кого-то работают, а для кого-то не работают. Да, вот кто-то там спорит. Опять ты закон нам толкаешь. Но, друзья мои, мы существуем по законам. Вся вселенная существует по законам, которые установил Бог. Наше тело существует по определенным законам. Везде есть законы, друзья. Законы неплохо это. Это то, что нас защищает. Когда мы переступаем через какие-то принципы, это то, что может стать фатальным даже для каждого из нас. Я понимаю, что верующие люди иногда верят, что с ними не случится то, что может случиться с людьми неверующими. Но законы работают как для верующих, так и для неверующих. Писание говорит, что дождь не сходит на злых и на добрых. Так или нет? Мы же не можем сказать, что на добрых дождь идет, а на злых не идет. Или наоборот, когда холодно, лучше бы он шел на злых, а на добрых не шел. Мы как-то выборочно иногда подходим к этим вещам. Но это принципы, которые существуют. И ученые, они не создают законы. Они открывают то, что Бог изначально установил. Кто-то, кто грамотный, он знает законы притяжения, первый закон термодинамики и так далее. И мы как бы можем быть умны. Вот открытие. Само слово открытие говорит о том, что кто-то понял то, что уже было и работало до него. Так или нет? Ну и аллилуйя. Давайте посмотрим еще один отрывок, похожий. То же самое, только написано в Евангелии от Луки. Шестая глава, 37-38 стих. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. Мерою доброю, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой мерою мерите, такой же отмерится и вам. Похожее местописание? Конечно, похожее. Но только когда мы смотрим на вот этот сэндвич, скажем, внутри появляется еще что-то дополнительное. Между словами не судите и не судимы будете, и такой же мерою отмерится вам, немножко добавляется больше информации. Здесь написано, не осуждайте, прощайте, давайте и так далее. Опять же, здесь не идет речь о деньгах только лишь. К сожалению, всякий раз, когда я слышу эти местописания, в основном их читают, когда идет призыв к пожертвованию. Давайте, дано будет вам и так далее. Мы не понимаем сути того, о чем здесь написано. Речь идет о состоянии человеческого сердца. Аминь. Прежде всего. Поэтому, друзья мои, мы видим с вами здесь, что Иисус говорит о принципах сеяния и жатвы, и это касается всех, буквально всех сфер нашей жизни. Но проблема в том, что мы, читая это местописание, где-то вот сужаем его каким-то одним определенным моментом. Давайте смотреть более шире. Здесь идет речь о разных аспектах. Не судите, друзья. Это сеяние, от которого мы тоже можем пожать. Мыслим мы такими категориями. Часто, когда мы выносим вердикт в чью-то жизнь, мы это делаем и по отношению к себе. Потому что каким судом ты судишь, таким судом ты будешь и осужден. Так или нет? Но я понимаю, что мы рассуждаем немножко другими категориями. Мы говорим, а почему, если мы видим, что это вот не так как-то, почему мы не можем сделать заявление. Ты можешь рассуждать, но когда речь идет «не судите» и «не судимы будете», речь идет о вынесении приговора. Мы не выносим приговор. Приговор выносит Бог. Мы можем видеть, что что-то не так в жизни человека, но давайте не будем забегать вперед. Мы часто видели людей, которые не знали Бога, и людей, которые знали Бога. Потом прошло время, и те, кто не знали, его узнал, а те, кто знали, его забыл. Бывает, к сожалению. Поэтому, если мы прощаем, друзья, там написано «прощайте и будете прощены». Если мы прощаем, если мы любим, если мы сострадаем, то это то, что мы получаем обратно, доброю мерою. Люди часто жалуются и говорят, в моей жизни так не хватает прощения, в моей жизни так не хватает любви, в моей жизни не хватает того, сего, пятого и десятого. С тем рассуждением, что нам кто-то что-то не додал. Друзья, мы имеем в своей жизни то, что мы сеем в своей жизни. Мы не можем поменять поведение людей, которые живут вокруг нас. Они так и будут вести себя так, как они считают правильным или неправильным, неважно. Но мы с вами получаем в свою жизнь именно то, что мы сеем. И как в Писании написано «жизнь и смерть во власти языка». Помните? Что дальше написано? От плода уст своих человек насытит свое чрево. Интересно, что вот на английском слово «прощать» знаете, кто-то английский знает? Forgive. И слово «давать» это слово «give». В самом слове «прощение» есть понятие «даяние». Интересно, да? Поэтому слово «прощать» означает «я за даяние». I forgive. И если у нас проблема с даянием, друзья, у нас проблема с прощением. Мы иногда расслужаем «давать», «не давать». В основном эта проблема не в том, что у нас проблема давать или не давать. У нас проблема где-то глубже. Прощать или не прощать. Того, кого мы не прощаем, мы в жизни ему не дадим ничего. Или я ошибаюсь? Не, ну может в Одессе не так, конечно. Это у нас в деревеньке такая проблема. Давайте почитаем еще одно местописание. Второзаконие, 15 глава, и мы с вами порассуждаем из этой главы над разными стихами. Второзаконие, 15 глава, 7-8 стих. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по нужде его, в чем он нуждается». Вот давайте мы с вами порассуждаем. Четыре пунктика у меня будет, мы быстренько пробежимся. Четыре вещи, которые нам нужно делать, если мы хотим быть щедрыми даятелями. Ты скажешь, ну классно, но я не хочу быть щедрым даятелем. Но давайте скажем так. Если ты христианин, рожденный свыше, наполненный Духом Божьим, то Господь преображает тебя в свой образ, в образ Божий, в образ Его Сына Иисуса Христа. Сущность Бога, Бог в своей сущности даятель. Когда ты смотришь на Отца, Он даятель. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Он не просто отдал, что не так лежало. Знаете, как часто мы жертвуем? Мы не планируем свою жертвенность, друзья. Мы жертвуем по остаточному принципу. Шел, брел, зашел на рынок, зашел в гастроном, скупился, потому что шаббат, утром есть время, пока ты идешь на служение. Что-то прикупил, пришел на служение, а тут пожертвование. Раз руку в карман, вытащил, что осталось. Кинул в ведерце и, аллилуйя, состоялось. Друзья мои, когда ты строишь отношения, ты не можешь строить отношения по остаточному принципу. Ты строишь отношения запланированно. Когда ты жертвуешь, ты должен жертвовать запланированно. Бог не требует у тебя отдать все. Это есть проповедники, которые манипулируют твоим сознанием. Но Бог не требует у тебя всего. Но Бог хочет, чтобы ты четко понимал, сколько, когда и как ты можешь делать. Это касается всего. Прощения, любви, вот брат Сергей говорил. Мира, который ты даришь, помощи, которую ты оказываешь людям, финансы, которые ты жертвуешь не только в общину, но и вообще. Вчера вот мы рассуждали, там семинар у нас был о финансах. Вот, знаете, проблематика какая в жизни многих людей. Люди не знают, как управлять финансами. Или они ими не управляют, или они считают это недуховным. Некоторые говорят, у меня слишком мало денег, чтобы делать дома бюджет. Друзья, если у тебя мало денег, тебе бюджет архиважен и нужен. Ты должен четко понимать, откуда у тебя и что приходит, и сколько, и куда уходит. И когда ты распределяешь свой бюджет, вот распределение твоего бюджета и показывает тебе, кто в твоем доме хозяин. Господь или ты. Опять же, Бог не требует у тебя всего. Но Бог хочет, чтобы в твоей жизни был и правильный приоритет. Об этом Писание тоже говорит. Поэтому, когда мы говорим, что вот есть четыре вещи, которые нужно, чтобы быть щедрым даятелем, потому что через даяние Бог формирует нас. Ну, давайте порассуждаем. Итак, первый пункт, который я хотел бы отметить. Разбирайся с эгоизмом в своем сердце. Разбирайся с эгоизмом в своем сердце. И опять же, мы возвращаемся ко второзаконию, 15 глава, 9 стих. Смотрите, что здесь написано. Господь говорит, берегитесь, чтобы не затаить подлую мысль. О чем речь? О деньгах? Нет. Седьмой год, год прощения долгов близко. Это сейчас речь идет об образе мышления. Не озлобляйся на своего нуждающегося брата и не откажи ему. Иначе он взмолится Господу против тебя, и ты окажешься виновным в грехе. Кто не понял, я объясняю. Господь говорит, берегитесь, чтобы не мыслить подло. Когда к тебе кто-то приходит за помощью, или там займи мне трохи грошей, а ты думаешь, юбилейный же год следующий. Сейчас займу, а на следующий год придется простить. И ты скажешь, звеняй ты, хлопцы, банани в немае. И отправил. Речь не в том, что ты отправил, речь в том, что подлые мысли пришли. И Господь говорит, разбирайся с эгоизмом в сердце своем. Эгоизм, друзья, производит грех в нашей жизни. Эгоизм это бунт против Бога. Писание говорит, Бог гордым противится. Бог предупреждает каждого из нас о подлых мыслях. Конечно, это местописание не для того, чтобы люди бедные манипулировали людьми богатыми. Так на всякий случай тоже говорю. Потому что подлые мысли бывают не только у тех, кто может дать, но подлые мысли бывают и у тех, кто хочет взять. Они тоже могут подумать, следующий год юбилейный, пойду-ка попрошу у всех. Или я ошибаюсь? Ну, в Мелитополе так, я не знаю, как в Одессе. Мы же все продуманные. У нас каждый день юбилейный. Я понял. Друзья, в Израиле была определенная экономическая система. И вот в седьмой год долги прощались, вы понимаете? Я не знаю, как у вас в общине. Но у вас хорошо все, но я не сомневаюсь. Вопрос, хорошо кому? Кто берет или кто дает? Так вот, как вы думаете, зачем Бог сказал своему народу жертвовать или давать? Вот зачем Бог такие принципы установил? Потому что без наших даяний у Бога кризис? Вот мы читали о Скинии, да, Господь? Давайте собирать. Что Бог не мог там дать им? Мог. Но Бог действует по определенным принципам. У Бога нет там кризиса, ему не нужны наши деньги 300 лет. Но тут другой момент. Обычно мы, вот когда люди спрашивают, зачем Богу деньги? И мы говорим, для того, чтобы финансировать его работу там. Друзья мои, Бог в состоянии профинансировать все то, что он хочет профинансировать. И он может найти финансы даже не у своего народа. Он может говорить даже не через свой народ, а даже через ослов он тоже может говорить пророкам, которые тупят хуже, чем ослы. Бог найдет варианты, как решить вопросы. Мы иногда думаем, что Бог прям без нас не справится. Господи Боже мой, как тяжело тебе. Давайте соберем сбор любви Господу нашему. Друзья, Бог предусмотрел даяние не для него, а ради нас и для нас. Потому что через эти вещи Бог производит что-то внутри нас. Вот почему Богу не столько важны суммы, сколько важно то, что происходит в твоем сердце в результате тех действий, которые ты делаешь. Ну, о вдове вы читали, да? Вроде как пожертвовало немного. Люди со своей стороны оценивали и говорили, ну, как-то не густо. А Господь обратил внимание. Потому что Он смотрит на другие вещи. Через это все Бог работает с нами. Вот почему я говорю, друзья, когда ты жертвуешь, обращай внимание, как ты жертвуешь. Это процесс. Когда ты хочешь купить что-то, ты включаешься в процесс, ты считаешь, ты размышляешь, ты ищешь варианты, там и так далее. Потому что тебе это надо. Кто-то скажет, это не духовно, все эти цифры. Откройте Писание, друзья мои. Вот мы только что читали. Крючочки, петелечки, метражи. Все четко. Какое дерево, какой металл, какой цвет и так далее. 15 глав. Знаете, у Бога есть еще одна книга очень хорошая. Книга чисел. Читали, да? Самая нудная книга в Библии. Мы не любим читать эту книгу. Всякий раз сказать, ой, книга чисел. Опять там тех столько, этих столько, тех сюда, этих туда и так далее. Нам это не интересно. Но наш Бог есть Бог порядка и устройства. Потому что во всем этом определяются приоритеты. И в твоей жертвенности это тоже должно быть. Неважно, чем ты жертвуешь. Поэтому, друзья, жертвенность это благословение для нас, когда мы даем. Ничто, как даяние, не освобождает нас от эгоизма и жадности в нашей жизни. Вот лучше. Самое хорошее лекарство от эгоизма – это жертвенность, друзья. Знаете, вот как в жизни бывает. Живут люди, женились, живут. Слышали когда-нибудь такое выражение? Хотим пожить в свое удовольствие. Слышали? Это о чем речь? О эгоизме. Без детей. Без детей. Спасибо. О эгоизме. О эгоизме. Правильно. Вы знаете, когда появляются дети, детям вообще фиолетово. Удобно тебе, неудобно тебе, понимаете? Он когда захотел, тогда и проснулся. Когда захотел, тогда и покакал. Ну, пока он маленький, все радуются. Ой, покакал, так хорошо. Вся семья просто шаббат-шалом. Понимаете? Конечно, когда ему уже лет сорок, это уже не шаббат-шалом. Это уже катастрофа. Когда он живет с мамой, и все то же самое. Но пока ребенок маленький, дети лучше всего освобождают нас от эгоизма. Амэм. Да? Ты же не скажешь ребенку, он там орать начал, а ты ему, ужин в семь. Мама сисю подогреет без пяти семь, приходи, будешь кушать. Да? Нет такого. Ребенок хочет сейчас. Ему все равно. Есть молоко, нет молока. Готова мама, не готова. Вовремя, не вовремя. Он хочет сейчас. И вся жизнь начинает вращаться вокруг него, а не вокруг тебя. Вот так же и в христианстве, друзья мои. Христианство, это не тогда, когда жизнь вращается вокруг нас. Мне надо, у меня проблема, у меня болит, у меня обстоятельства и т.д. и т.п. Алло. Это какое-то предкрестное христианство. Мы уверовать уверовали, а до креста так и не дошли. И мы тут бегаем, хороводы кружим и все вокруг себя. Песни поем. Я один такой, нет подобного мне. И так далее. И что не разговор, то о моих проблемах. Но вы знаете, Писание нам говорит о том, что мы должны прийти ко кресту и умереть. Вот христианские парадоксы, да? Хочешь жить? Умри. Чем быстрее умрешь, тем легче будет жить. Друзья мои, не получится, чтобы Бог был в центре всего, если мы тут бегаем перед крестом. Мы никак не дойдем до него. Понимаете? Но когда ты пришел и умер, мы боимся этого, потому что, а вдруг, кто ж его знает, что ж там за тем крестом. И Павел, апостол Павел, он говорит, для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Поэтому жертвенность, друзья, это не просто там пополнение нужд общины. Жертвенность это процесс умирания тебя для себя. Когда ты можешь жить для него. Опять же, это не вопрос, это не театр абсурдов. Сегодня жертвенность в такой абсурд возвели на Украине, что просто караул. Ну, не только на Украине, везде. Там, где есть плоть человеческая, там всегда есть манипуляции. А там, где есть манипуляции, там всегда есть бестолковые верующие. Извините, ну, я про Мелитополь. Друзья мои, даятели это радостные, счастливые люди, которые наслаждаются жизнью. Даятели. Да? Мы не сможем быть радостными и счастливыми, если мы эгоисты, если мы жадные. У нас все время будет какой-то дискомфорт внутри. Да, мы будем приходить на служение уже к проповеди, потому что ведра носят перед. Мы будем самыми несчастными людьми. Ну, вас вообще не носят, но я понимаю. Друзья, конечно, неправильные учения жертвенности делают людей еще более жадными и эгоистичными. Знаете, почему? Когда тебя учат, дай Богу, он будет тебе должен. Ну, так не говорят, но дай, и он тебе даст во много раз больше. И все, ооо, беспроигрышная лотерея, представляете? И ты там что-то нашел, как-то муха-цикотуха, денежку, прикатил ее, пожертвовал и ждешь. Ждешь, 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 а ничего. И потом приходит разочарование. А почему ты это делал? Жадность. Это не вера. Это жадность элементарная. Я ничего делать не буду, я просто Богу денег принесу, и он мне будет должен. Иди работай. Ладно. Друзья мои, часто эти местописания используют и говорят, давай деньги, получишь деньги. Но послушайте внимательно. Но это откровение, вот эти местописания, это откровение не о том, как получать, а о том, как давать. Вы видите разницу? Мы часто читаем местописания с пониманием, как получать. Это местописание говорит о том, как нужно правильно давать. Бог учит нас правильно давать, а не правильно получать. Видите разницу? Или я один только вижу? Мы уже родились в этот мир потребителями, друзья, уже родились. Ты только родился и сразу... Что кричишь? Что-то надо уже. Еще говорить не умеешь, еще не узнаешь никого, но тебе уже что-то надо. Но пока маленький, еще полбеды. Но когда мы рождаемся свыше, друзья, рождаемся заново, мы рождаемся даятелями, а не потребителями. Вот почему нам нужно рождение свыше, чтобы быть не потребителями, а быть даятелями. И это касается всех сфер, я сейчас не о деньгах говорю. Это касается обо всем. Мы призваны давать, потому что у нас есть неограниченные богатства, которые Бог нам дал. Это его присутствие в нас, это его слово, это его мир, это его радость, это его любовь. Потому что Дух Святой, который в нас, он является источником. Ты можешь сказать, ну у меня этого нет, общайся больше с Духом Святым. Не мы источник, он источник. У нас всегда есть что дать. Даже если у тебя нет денег, у тебя штаны дырявые, у тебя нет дома, нет машины, у тебя все равно есть гораздо больше, чем у тех, кто не знает Бога. Нам всегда есть что дать, друзья. Друзья, мы собственники с детства. Вы замечали, как дети ревностно оберегают свои игрушки? Ну не все дети, конечно, есть дети очень правильные, они делятся. Так не доставайся ж ты никому, да? Ладно, второй пункт, друзья. Итак, первый мы с вами сказали, разбирайся с эгоизмом в своем сердце. Тут вы все поняли, я уверен. Второй пункт, разбирайся с огорчением в своем сердце. Второзаконие, 15 глава, 10 стих, давайте прочитайте. Там написано, дай ему щедро. То есть помните, что в 9 написано? Смотрите, чтобы у вас не возникло подлой мысли, да? То есть мы понимаем, там, юбилейный год приближается, давайте дадим по минимуму. Не всю конфету, а бумажку от конфеты. И там написано, дай ему щедро и сделай это без злобы в сердце своем. Видите, какой букет. Там мысли какие-то подлые, а тут злоба в сердце. Не только в голове, но и в сердце. Ведь за это Господь твой Бог благословит тебя во всех делах твоих и во всем, что ты делаешь своими руками. Подчеркни это тремя линиями. Своими руками. Делай это без злобы в сердце своем. Другими словами, Господь говорит, что если твое сердце изменится, будет благословенно все, что ты делаешь. Почему Господь говорит, дай без злобы в сердце своем? Ты разбираешься с состоянием сердца твоего. Когда твое сердце не имеет злобы, то все, что ты делаешь своими руками, получает благословение. Алло. Мы здесь. Мы иногда думаем, что-то делаем, делаем. То ли руки не оттуда, то ли инструмент тупой. Может в сердце проблема. Тоже есть такой вариант. Поэтому, друзья, эта перемена сердца касается и даяния, и жертвенности, так как это касается не денег прежде всего, а отношений. Причем любые отношения с Богом, с женой, с детьми, с друзьями, с братьями и сестрами и так далее. Для Бога отношения важнее, чем наши амбиции. Эгоизм. Вот послушайте внимание. Внимательно. Эгоизм атакует нас перед даянием, а огорчение – после даяния. Знакомая ситуация? Боролся, 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 боролся. Дал. Простил. Сказал, люблю. Потом отошел и думаешь, зачем я это сделал? Бывало у вас когда-нибудь такое? Вот ты чувствуешь, Господь тебе говорит, например, что-то пожертвовать, да? Кому-то. И такой навязчивый Господь обычно. Отдай ботинки брату твоему. И все время эти ботинки его дырявые у тебя перед глазами мелькают. И тебе так жалко своих ботинок. И потом, в конечном итоге, ты поборол, принес ему эти ботинки, отдал. Идешь домой, и небо серое. И другие новые ботинки жмут. Друзья, когда мы что-то считаем своим, нам очень сложно это отдавать. Вот представьте, если бы я кому-то перед собранием дал купюру денежную, да? И потом бы сказал. Вот во время служения я спрошу, кто-то может мне дать денег? И вы выбежите и отдадите эти деньги, да? Итак. А знаете, почему обычно люди так делают? Потому что это не их деньги. Если бы я заранее денег не дал, вряд ли бы кто-то бежал бы так. Давайте проверим. Первый вариант. Вопрос, куда будут бежать с моей купюрой? Ко мне или на выход? О, то я понимаю, наши люди. Давай посмотрим, какая купюра. Ладно, ладно, все. У меня 10 минут осталось, мы сейчас деньги делить будем. Друзья мои, Бог источник всего, что у нас есть. Источник всего, что у нас есть, друзья. Но почему мы огорчаемся, когда мы даем? Потому что мы думаем, что мы отдаем наши. Мы думаем, что мы отдаем наши. Но вы знаете, что Писание говорит, что земля и все, что на ней, принадлежит Господу. Давайте пойдем дальше. Если ты спасенный человек, то Писание нам говорит, что Он искупил нас или выкупил нас для себя дорогой ценой. И мы не свои. Мы принадлежим Ему. Если я полностью принадлежу Ему, как может быть что-то у меня принадлежать мне? Понимаете, да? Друзья мои, это большая радость понимать, что Бог источник всех благословений, которые есть в моей жизни. Не правительство, не мой начальник, не кто-то там еще. Именно Господь. Если все, что у нас есть, принадлежит Богу, то мы должны ответственно к этому относиться. Почему я говорю, что мы должны считать то, что есть у нас? Еще раз ты скажешь, бюджет это недуковно, нужно жить верой. Друзья мои, если то, что есть у нас, не принадлежит нам, а принадлежит Ему, мы должны четко распоряжаться тем, что принадлежит Ему. И быть верными управителями в том, что Господь нам доверил. А для этого нужен бюджет. И естественно, это очень духовно. Третий пункт. Работай над щедрым сердцем. Работай над щедрым сердцем. Второзаконие, 15 глава, 14 стих. Написано так. Дай Ему долю от всего мелкого рогатого скота и от своего гумна и винного пресса. Дай Ему то, чем благословил тебя Господь Бог твой. Мы отдаем то, часть того, чем Бог благословил нас. Если Дух Святой, который в нас, он является источником любви, радости, мира, благодати, можем мы этим благословлять других? Конечно. Но это касается всего. Все, что у нас есть, нам дал Бог. Аминь. Поймите, что мы не можем дать того, чего у нас нет. Скажу больше. Бог никогда не попросит у тебя того, чего у тебя нет. Ну, ты можешь придумать такого. Но Бог никогда не попросит того, чего у тебя нет. Я не сталкивался с такими. Господь приходит и говорит, дай миллион. А у меня его нет. А он настаивает. Это так проповедники могут делать. И когда ты говоришь, а где же мне его взять? Сходи, возьми кредит. Вы когда-нибудь видели, что Бог тебя отправлял, кредит взять, чтобы ты ему пожертвовал? Я не видел такого. Бог просит только то, что у тебя есть. И то, что ты можешь дать, то, что может сделать рука твоя. Аминь. Еще одно местописание. Луки, 6 глава. Евангелие от Луки, 6 глава. Давайте посмотрим быстро. Тоже известное местописание. С 30 стиха. Каждому, кто у тебя просит, дай, и если кто заберет твое, не требуй обратно. Читали когда-то это местописание? Оно такое противоречивое. Ты читаешь и думаешь, господи, зачем ты это написал? Ну, я не знаю, как у вас, у меня такие мысли возникали. Поступайте с людьми так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Если вы любите тех, кто любит вас, в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники любят тех, кто их любит. Если вы делаете добро тем, кто делает добро вам, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники делают тоже. Если вы даете в долг только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники дают в долг грешникам, ожидая получить назад столько же. Но вы любите ваших врагов, делайте им добро и давайте в долг, не ожидая возврата, тогда ваша награда будет велика, и вы будете сыновьями Всевышнего, ведь он сам добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерд ваш отец. Интересно, да? Такое местописание непростое. Что цепляет нас в этих темах? Вот так, если так, пройтись интервью, взять у каждого. Что тебя зацепило в этом месте? Несколько версий. Одна из. Что я должен давать в долг, если я знаю, что мне не вернут? Цепляет эта тема? Любить ненавидящих. Мама дорогая. И еще то, что Бог благословляет даже злых. Как? Какая несправедливость. А, еще и каждому давай, сейчас начнут ходить. Будем делать вид, что ничего нет. Друзья, когда мы были еще грешниками, Бог умер за нас. И Бог учит нас такой же добродетели. Нам она непонятна. Но это Бог. Когда мы спрашивали у Бога, Господь, что ты хочешь, чтобы я пожертвовал? Важно, чтобы мы об этом молились. Я, например, молюсь об этом. Всякий раз, когда какие-то финансы ко мне в руки попадают. Или я сталкиваюсь с какими-то людьми. Я чувствую там нужду какую-то. Я всегда молюсь. Я говорю, Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал? Знаете, не сложно получить от Бога ответ. Нет. Знаете, сложность в чем? Сделать то, что Он вам скажет сделать. Потому что, когда ты просишь и говоришь, Господь, ответь мне, Бог ответит быстро. Но чаще всего Он отвечает и говорит то, что мы не ожидали услышать. И вот тут начинается борьба. Борьба не в том, чтобы услышать, а борьба в том, чтобы сделать то, что мы услышали. Поэтому, друзья, работайте над щедрым сердцем. Потому что это сердце Бога. И последний пункт. Работайте над благодарным сердцем. Второзаконие, 15 глава, 15 стих написано. Помни, что ты сам был рабом в Египте. И Господь твой Бог избавил тебя от рабства. Поэтому я и даю тебе сегодня такое повеление. Можно было бы сказать, Господь, зачем ты все это говоришь? Это все настолько противоречивое, тревожное, неправильное. Но Господь говорит, помни, ты сам был рабом в Египте. И я тебя избавил от рабства. Поэтому я тебе говорю сегодня такое повеление. Господь дает повеление на основании того, что они не имели ничего, но Бог дал им все. Как важно иметь благодарное сердце, друзья. Я вот спасен, у меня новая жизнь, я благословен. Мне есть чему радоваться, мне есть чем наслаждаться. У нас ничего не было. Мы были рабами греха и шли в погибель. Но Бог дал нам все. Конечно, ты можешь сказать, я жил хорошо, у меня было много денег. Ну и что? Ты вместе с ними шел в погибель. Плюс мы иногда настолько сильно держимся за какие-то земные вещи, нам кажется, что мы их заберем с собой. Мы их не заберем с собой, друзья. Так много всего приходит и уходит из нашей жизни. Как в той неканонической притче, когда человек умер и лежал в гробу, и двое стояли рядом. И один другому говорит, как ты думаешь, сколько он оставил после себя. Человек был богатый. Другой подумал, повернулся и сказал, все. Другая история, похожая, когда умер муж и жена уже, когда прощались, она подошла и положила конверт в гроб. И все так подумали, что это? И потом, когда уже похоронили мужа, ей спрашивают, что ты положила в гроб, в конверте? Она говорит, мой муж просил, чтобы я все деньги, которые он скопил, положила ему в гроб. Я выписала ему чек и положила. Мудрая жена. Друзья, мы не возьмем с собой ничего. Ничего. Все останется здесь. Поэтому мы должны быть мудрыми распорядителями всего, что у нас есть. Физического, материального. Но у нас есть духовные вещи, которые вечные и ценные. Это может стать огромным, огромным благословением. Аминь. Поэтому, что сегодня Дух Святой говорит в твое сердце? Над чем сегодня тебе нужно поработать? И на что сегодня тебе нужно обратить внимание? Дело не в том, что ты жертвуешь. Дело в том, что происходит в этот момент внутри тебя. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарны тебе за то, что ты такой любящий, жертвенный Бог. Что ты отдал своего Сына Иисуса Христа за каждого из нас. Это самое дорогое, что было у тебя. Мы благодарим тебя, Иисус, что ты отдал свою жизнь ради нас, чтобы мы сегодня имели жизнь и были частью твоей семьи и имели доступ ко всем благословениям, которые ты приготовил для нас. Мы благодарны тебе, Дух Святой, что ты оставил небеса. И ты сегодня находишься в каждом из нас. Ты наполняешь нас. И ты являешься нашим другом. Ты благословляешь нас. Ты наставляешь нас. Ты направляешь нас. И ты работаешь с нашим сердцем. Спасибо тебе, Господь. Мы любим тебя и благодарим тебя. И мы хотим, чтобы ты сегодня изменял каждого из нас, чтобы мы могли преобразиться в твой образ еще больше и отражать твою славу, Господь, свидетельствуя о твоем величии нашей жизнью и нашим отношениям к тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Иисраэль.